Девушки отдыхают Сергей Иванович Варчук знаком с зрителем по замечательной мелодраме «Не могу сказать прощай». Примечательно, что эта картина, ставшая визиткой актера, оказалась студенческой работой молодого человека. Потом пришли и другие роли, но это так и осталось звездной и главной. Биография Сергея Варчука тесно связана с его родным городом Свердловском. Здесь он родился в апреле 1956 года. Тут, в промышленном городе, где и близко не было моря или океана, он начал мечтать о далеких морских странствиях и кораблях. После окончания общеобразовательной школы, уральский парень отправился в Ленинград. Здесь он планировал поступить в высшее инженерное морское училище имени адмирала Макарова. Но не сложилось. Подвело зрение. Тогда Сергей решил, что раз он не сможет стать капитаном корабля, то мог бы эти корабли строить, а потом испытывать, выходя на морские просторы. Но и здесь была неудача. В ленинградском кораблестроительном вузе он провалил экзамен по физике. В расстроенных чувствах Варчук вернулся в родной город. Он подал документы в местный университет на физфак. Учился там год. Без желания огонька. Но под конец года ориентиры Сергея сбились окончательно. Парень попал на дипломный спектакль сестры, которая училась в Свердловском театральном училище. И вдруг понял, что сцена – это то, что ему нужно. Сдав сессию, Сергей Варчук отправился отдавать долг стране. Молодого человека призвали в войска военно-воздушных сил. Этот перерыв ему оказался нужен для того, чтобы окончательно разобраться в себе и определиться, куда же его тянет больше всего. После армейской службы Сергей уже знал, какой дорогой он пойдет. Он бросил университет и отправился в Москву. Так как никакой подготовки у него не было, то поступить в театральный вуз с первой попытки не удалось. Но сходить с выбранного пути Варчук не собирался. В конце концов, он поступил в школу-студию МХАТ и оказался зачислен на курс к талантливому артисту и наставнику Олегу Ефремову. Сергею и однокурсникам парня завидовали. На ребят смотрели как на уже состоявшихся артистов МХАТа, которым в то время руководил Ефремов. Но для наставника студентов это было непростое время. Театр раздирали противоречия и шло разделение. Олег Ефремов приходил к студентам уставший. Здесь он отдыхал душой и строил планы. Ефремов мечтал, что вместе со своими артистами организуют новый молодежный театр. К сожалению, этим планам не суждено было воплотиться в жизнь. И после четырех лет учебы сокурсники Сергея Варчука, да и он сам, оказались перед перспективой быть отправленными в глубинку. Между третьим и четвертым курсами театрального вуза Сергею несказанно повезло. Он снялся в мелодраме Бориса Дурова «Не могу сказать прощай». Зачем ты так? Сереж, мы каждую копейку считаем. А они то Ольке кукол, то Кольке самокат. Ну так дети же. Обеспечься, а потом заводи, я так считаю. Считай. А дружбу не ломай. Понятно? Молодому актеру досталась роль Сергея Ватагина. Парня из-за несчастного случая на лесоповале ставшего калекой. Спортивный юноша оказался прикован к инвалидному креслу и потерял вкус к жизни. Партнершей по площадке Варчука стала актриса Анастасия Иванова. Сам артист позже поделился, что во время подготовки к съемкам много общался с врачами, работающими с парализованными пациентами. Молодой человек месяц провел в институте косно-спиной травматологии. Как раз к окончанию школы студии МХАТ фильм вышел на экраны и превратил вчерашнего студента в узнаваемого актера. Начинающий артист пребывал в эйфории. Сергею казалось, что его оторвут с руками в любом столичном театре, в который он придет. Однако реальность оказалась иной. Столичных театров в начале 80-х годов было гораздо меньше, чем теперь. Да и время оказалось непростым. В театрах Москвы полным ходом шло сокращение штатов. На пенсию отправляли известных артистов, чьи имена знала вся страна. А уж о том, чтобы устроиться молодому актеру, и речи не шло. Чтобы остаться в столице, требовалась прописка. Ворчука спасло то, что Олег Ефремов сумел добиться, чтобы диплом на спектакль его курса ввели в репертуар МХАТа. Постановка шла 4 раза в месяц и приносила Сергею 16 рублей дохода. Прожить на такие деньги в столице не представлялось возможным, но это давало право жить в Москве. Основной статьей дохода молодого артиста было кино. После мелодрамы Дурова Сергея Ворчука знали и приглашали сниматься. В 1984 году он появился в картинах «Благие намерения. Как стать знаменитым» и «Ускорение». Наденька, во-первых, я получил премию за очерк про вашу школу. Поздравляю. Спасибо. Во-вторых, пойдемте куда-нибудь. Нет, это невозможно. Да бросьте вы, пойдемте и все. Эти фильмы не принесли ему популярности, а роли казались эпизодическими. Но молодой актер был занят. В середине 80-х годов кинематографическая биография Сергея развивается дальше. Ему предложили небольшие роли в картинах «Говорит Москва», «Тайная прогулка» и «Михайло Ломоносов». Открой окно, будь добрый лейтенант, а то я надымил здесь безбожно. Но я думаю, что в Андроново вам идти не придется. Туда другие поведут. На войне всего не предусмотришь? В этом случае, лейтенант, мы с тобой должны предусмотреть все. К сожалению, роли, соразмерная Сергея Ватагина, из фильма «Лидера проката» 82-го года «Не могу сказать прощай», который в свое время посмотрело более 30 миллионов зрителей, не было. Во второй половине 80-х годов Сергей Иванович снимается гораздо больше. В фильмографии артиста появляются такие работы, как «Приключенческая лента. Голова Гаргоны» и «Мелодрама. И вся любовь». «Теперь можешь не бояться. Молодец». «Это правда? Какая же ты дура! Идиотка! Я убью тебя!» «Как же так? Ах ты дурюха! Кто же ты наделал, а?» Свежую волну популярности принесла работа в боевике «Опаленный Кандагаром». «А в чем дело? Ну и что возникаешь, батя?» «Я тебе не батя. Я на 40 литров талонов дал. А ты мне налил 35. Ты посмотри на счетчик, посмотри. Стрелка видишь где?» «Сейчас разбежался. Вот куда смотреть полагается». «Поя, шарманка брешет. И потом, что за бензин у тебя? Видишь, низ паряется, вода». «Слушай, поезжай давай, батя, поезжай, а?» «Я сейчас тебя поеду, собак, я поеду». Лихие 90-е годы для артиста оказались тяжелыми, как и для большинства коллег. Москвичи были немало удивлены, когда встречали знаменитого артиста с метлой или лопатой, убирающего двор. Сергею Варчуку действительно пришлось на протяжении двух лет работать дворником в одном из столичных жеков. Ведь людям этой уважаемой профессии позволялось получать служебное жилье, а через пять лет прописку в столице. К чести артиста нужно сказать, что театр он не бросал ни на минуту в самые тяжелые времена. Сегодня Сергей Варчук также выходит на подмостки. Он актер театра имени Станиславского. Спектакль с участием артиста также выходит в театре «Луны». Позже в интервью Сергей рассказывал, что со своим жеком он дружит до сих пор. Актер к праздникам дает им благотворительные концерты. А те, когда нужно, помогают бывшему работнику по бытовым вопросам. Также Варчук подрабатывал частным извозом. Там мужчину узнавали очень часто, но артист отнекивался и говорил, что просто похож на знаменитого актера. Темная волоса невостребованности в кино прошла с началом 21 века. Зрители увидели любимого актера в исторической драме «Русский бунт», снятой по повести «Пушкина капитанская дочка». Ему досталась хоть и небольшая, но яркая роль лихого кавалериста Зурина. Также зрители запомнили Сергея Варчука по работе в качестве ведущего. Длительное время он вел передачу «Служба спасения» и был ведущим проекта «Дорожный патруль. Расследование». Личная жизнь Личная жизнь Сергея Варчука сложила счастливо, но так было не всегда. Первый брак актера окончился разводом. После выхода популярной мелодрамы «Не могу сказать прощай» Сергей проснулся знаменитым. Но главным для него было то внимание, которое на него, наконец, обратила красавица по имени Елена. До этого девушка, которой Сергей оказывал знаки внимания, даже не смотрела в сторону артиста. Елена вышла за него замуж и родила дочь. Но настоящей любви у этой пары, скорее всего, не было. Вскоре супруга уехала в США, где нашла работу, а муж остался вдвоем с дочкой. Елена приезжала домой все реже и в итоге брак изжил себя. Когда актеру уже было за 40 лет, он встретил нынешнюю супругу Ольгу. Но в жизни Сергея Варчука огромную роль сыграл режиссер Борис Дуров. Он и открыл зрителям этого артиста, сняв Сергея в главной роли в своем замечательном фильме. И он же подарил встречу с любовью всей жизни – Ольгой. Ольга сумела найти взаимопонимание не только со взрослой дочерью Сергея, но и даже с бывшей женой артиста. В браке у Сергея и Ольги родился сын Иван. В настоящее время Сергей Варчук – счастливый муж и отец двоих детей. Он любим российскими зрителями, его часто узнают на улице. И хотя последний фильм с участием артиста вышел в 2019 году, актер продолжает бестать на театральной сцене. Сергей Варчук занят в главной роли в спектакле «Поминальная молитва». Сейчас актеру 64 года. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok